привет всем нашла такой mall торговый центр находится он где бродвей я зашла просто дверь думаю ну ничего себе зайду погрею а здесь столько магазинов шляпы я в пятницу улетаю только нашла этот такой интересный вообще в общем так можно сказать ипподром только в помещении цены 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 здесь не знаю не знаю конечно кто здесь шьет и качество мы вот это короче курточка стоит 11 миллионов в 1000 долларов до 1000 долларов и магазин эти второй этаж есть на второй этаж поэтому очень пока покажу хочу вам рассказать насколько итог моей зимовки в ташкенте насколько нужно денег на сколько надо на 100 долларов на 100 долларов можно выжить выжить на 200 можно жить да а на 300 долларов можно себя чувствовать уже более-менее нормально защищенным да конечно можно и заработать эти 300 долларов при желании вот чем такой большой мол на любой товар не знаю сколько свой здесь кроссовки сейчас посмотрим чтобы примерно цены здравствуйте а почему вас кроссовки семьсот тридцать тысяч семьдесят долларов да грубо от чьей так тут тукать с качество тюни тур видно спасибо всем такие интересные мальчики в общем ну как цены на 7 из долларов и в канаде стоит 7 из долларов знаете все так взять по ценам очень много товара очень много магазинов но в общем так могу сказать но вот сколько я привезла с собой денег на три месяца до у меня было 1400 пока я там все отдала вот значит 1400 но мне остались еще деньги нужно второй этаж можно по лестнице пойдем по лестнице вот у меня еще остались деньги я даже принципе не знаю на что их потратить ну как я тратила деньги у меня получилось грубо 350 долларов в месяц до уходила я сделала документы платила за интернет платила за телефон вот потом помогала родственникам покупать продукты если так взять еще лестнице не работает работает медленно покупала торты и в дорогом магазине для тортов даже пиццу себе купила еду на улице покупала она такая сенсорная еду на улице покупала одежду я себе покупала ну как бы такси конечно я не ездила и плюс вот проезд у меня уходила центр второй этаж такой да телефон смотри батюшки вот потом я купила подарки красиво платье пофельки такие есть конечно очередь здесь не стоит незачем сейчас я приду в эту сторону вот в принципе так если сказать на чё я тратил ну на еду да на одежду подарки купила какие подарки я купила и когда в канаду прилечу покажу чё я купила вот эти магазины есть скидки есть не знаю сколько они за аренду платят на аренда здесь конечно дороговато какие смешные платья из такие очки такие ботинки прикольные смешные конечно очень много мата я бы сказала очень много люди матерятся матерятся на русском языке такие платья на узбекском языке я же узбекский мат понимаю я думаю что это платья не продаются я думаю это просто просто так магазин украсили магазин обуви здесь ну честно я бы сказал я бы наверное купила здесь кроссовки здесь я в следующий лето пролечу я все-таки кроссовки здесь куплю потому что я купила кроссовки на какие туфли здесь есть в два раза дешевле грубо сказать 30 долларов нет качество не то я вам скажу что я дорогие кроссовки в канаде 10 лет носила а здесь они у меня просто тысячи километров прошла и они стали отклеиваются я вот думала какую шапку надо носить для шубы наверно такую а вот здесь от шубный магазин ну вот такой наверное надо такой шарф носить с надо зайти спросить сколько он стоит пройдусь вот поэтому такой обзор хочу взять сумки в общем приезжайте вот как бы на любой на любого человека кто хочет сможет на ипподром ходить кого немножко побольше денег можно и сюда ходить в тепле тоже все качество это другое здесь не не такое качество как на ипподроме это я сразу вижу здесь уже более менее богатого покупателя видно что же пошита более-менее красивые платежки есть девочки там сидят чем приезжайте тратьте деньги есть они у вас есть а парики смешно так еще третий этаж есть можно еще на третий этаж подняться сушки большому сказать торговый центр короче не хорошо когда девочки матерятся очень много мат очень много мата на улице ну и еще есть и третий этаж в общем приезжайте гуляйте требуется партнера все можете шить можете шить одежду тоже так такие магазины такой обзор очень много товара я так вам скажу очень много ташкент просто завален и одежду и обувью и едой но всем чем только можно завалить нужно третий этаж подняться по лестнице красиво тут цветочки торговый центр но здесь что здесь чистенько по сравнению все взять ипподром вот это все да там конечно не так чистенько здесь вот еще дерево такое прикольное магазин магазин кому интересно детская одежда и это одежда платежки такие в общем третий этаж такой же ну все так что приезжайте зимовка прикольно интересно здесь уже поесть можно я не помню они нам наверное его построили потому что в советском сайте здесь ничего не было кафешка совсем пока